Несколько дней назад на скале Парус над Форосом завершились очередные международные соревнования спасательных формирований. Первые такие соревнования прошли в прошлом году. Они были достаточно обособлены от всех предыдущих, но опыт прошлогодних соревнований позволил лучше организовать соревнования в нынешнем году. Сегодня у нас в студии капитан одной из севастопольских команд, учащихся в этих соревнованиях Андрей Скрипниченко. Итак, небольшая предыстория. У нас был период, когда ВЦСПС в застойные времена развитого социализма поддерживал спасательные формирования, в том числе и Крымскую горноспасательную службу. Потом, после распада Советского Союза, спасательная служба умерла вообще, сошла на нет. Не умерла, но еле дышала, можно так сказать. Да, активные спасатели оставались, но работали исключительно на общественных началах, по телефонному звонку. И вот несколько лет назад, лет пять, наверное, назад началось возрождение. И так? Наверное, так, да. А больше того, а два года назад, благодаря усилиям Федерации альпинизма и скалозания Севастополя и нашей службы, ну, это Круглов и Ярогоцкий, соревнования приняли немножко новый вид, ну, нынешний, по которому проходили и прошлые, и эти соревнования. Когда отсутствие судейской страховки, команды работают полностью в боевых условиях, то есть все, что сделали, это... Ну, то есть, и как бы, у меня всегда было двоякое отношение к соревнованиям, например, в альпинизме, да, ну, и немножко, получается, и спас соревнованиях. То есть, скорость, нужно показать скорость, но ты же, цена вопроса велика, и поэтому все происходит по-настоящему. Когда спасательная служба Крыма, спасательные службы отряда Крыма впали в анабиоз, некоторые из них просуществовали и выжили только благодаря тому, что ушли в коммерцию, некоторые благодаря тому, что поддерживали какие-то дружеские связи. Слава Богу, тогда в Севастополе нашлись и в администрации, и в городском совете люди, которые... Севастопольский контрольно-спасательный отряд, то, что у него к тому моменту от него оставалось, превратили в коммунальную аварийно-спасательную службу. Да, действительно, крымские спасатели, когда кинули, что надо где-то ж опытом обмениваться, а то же встречаемся только на спасработах, когда, в общем-то, и поговорить некогда, надо клиентов скорее вниз тащить. Были проведены первые соревнования, но каждый их проводил, каждый отряд проводил по своим правилам, и каждый отряд выставлял команду на ту трассу, которую и готовил. Ну, такое было, да. Ну, и как бы нарекания по этому поводу. Ну, это обычная как бы практика, но тем не менее. Теперь будем надеяться, что это в прошлом. Как организовывается соревнование, Юрий Круглов? Почему они не похожи на то, что делали, допустим, семферопольцы, бахчестарайцы, феодосийцы? Ну, немножко, во-первых, он находит спонсоров под это мероприятие. Как бы в спорте важна мотивация, да, допустим. Ну, наша команда, например, на самом деле она возрастная, ее очень сложно замотивировать. Но тем не менее, вот спонсорские призы достаточно, опять же, из нашей же области. То есть, это снаряжение какое-то там. Ну, а для того, чтобы провести такие соревнования, кадры решают все. Нужны судьи? Да. В том числе, наша спасательная служба выделила и судей на это дело. Потому что очень высока ответственность. Поскольку все делается самими участниками, никакой судейской страховки, то то, что судья отвечает за безопасность, наблюдая непосредственно участников, ответственность на нем высокая. Слово соревнования не совсем, наверное, подходит к подобным мероприятиям. Это череда, соревнования это всегда череда условностей. А здесь, когда нет судейской страховки, здесь действительно условия приближенные к боевым. И условностей предельно мало. И все же, вот, есть протесты. Некоторые команды утверждают, что вот судьи неправильно приостановили их движение, заставили выполнять элемент безопасности. Были ли в этих соревнованиях подобные протесты? Ну, были. И этого, наверное, не избежать, поскольку судейство это всегда немножко субъективность какая-то будет присутствовать. Но, тем не менее... Самарская команда показала время на дистанции при контрольном времени час тридцать, показала время час ноль пять. Конечно, никто результаты этой команды оспаривать не посмел, поскольку следующие результаты уже были возле часа тридцати. Да нет. По-моему, все призовые места были достаточно плотные, а потом уже пошли времена по чуть-чуть хуже. Но я считаю, что это... В свое время команда Севастопольского спасотряда, выступая 10 лет подряд первым стартовым номером, что не очень удобно, избегала протестов в свой адрес, потому что показывала время практически с двойным отрывом от второго места или от третьего места. То есть можно было оспорить у команды какие-то доли минут или секунды, но место призовое или первое место уже оспорить у нашей команды никто не мог. Есть ли какой-то шанс, что в нынешних условиях при такой системе проведения соревнований, где предельно упрощена таблица штрафов, точнее ее вообще просто нет, есть только элементы безопасности, можно ли достичь такого результата, чтобы протестов было минимальное количество? Ну, можно, безусловно, теоретически. И если много тренироваться, можешь выиграть что угодно. Где взять это время? Продергивать ее не было возможности и команда была снята соревнований, но благополучно дошла до финала трассы. Как вы относитесь, например, к такому молодому пополнению? Будет ли поросль спасателей? Ну, безусловно, будет, поскольку где же, откуда еще, если не отсюда? И вторая постась. Соревнования, сейчас интернет пестрит заголовками, статьями, фотографиями. В Судаке соревнования ветеранов скалолазания. История этих соревнований? Ну, это соревнования провели впервые пять лет назад, в 2008 году. В Судаке же придумали их москвичи по правилам тех скалолазных соревнований того времени. Советского Союза? Они назывались чемпионат СССР. Потом это название быстренько ушло. Теперь это называется Международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания. И вот он с тех пор собирает... Один раз он даже в Батильмане прошел на следующий год. Обычно в Судаке его проводят. Поскольку у всех ностальгия именно Крым и Судак. Почему-то. Итак, результаты севастопольцев. Ну, из Севастополя была большая команда. Кавер, Савченко, Левин, Витольд Петрович Нестеров. Наш ветеран из ветеранов за 70. Стал чемпионом, кроме того. Такой не скромнейший. Твой результат какой? Да, я тоже выиграл, но свои подгруппы. Это называется младшая подгруппа. А самая младшая группа? Ну, это 50-60. То есть, ветеранское движение скалолазания сейчас от 50. На этом чемпионате вообще нет. Но они по правилам, поскольку СССР, то у них 50. Что за трассы были? Какие виды соревнований? Это индивидуальное лазание и связки. Домбайские связки. Немножко по упрощенным правилам, но эти упрощения вызваны тем, что очень большое количество участников, надо всех успеть провести в связках. В делении на подгруппы возрастные не существует у них. Когда увидел в стартовом протоколе такие знаменитые фамилии, или зубров, чемпионов Советского Союза, не стало страшно? Ну, не стало страшно. Ну, я понял, что за призами я зря приехал. Ну, как бы, не за тем. Ну, и как показала вообще обстановка там, что действительно туда надо ехать не за призами, там просто замечательно пообщаться. Второе место у Болезина? Второе место, да, занял Валерий Болезин. Но это имя скалолазания, это такая какая-то глыба, то есть лучше Эвереста. Поэтому уже приз тот, что вот так, фамилии рядышком, уже хорошо. Он один из первых, получил звание мастера спорта международного класса. По-моему, это на Кошке были соревнования. Тогда он, Калошин из Севастополя, и кто-то третий тоже получил. Впервые было учредено это звание. Может быть, чертов, я не помню. Чертов? Да. Возможно, да. Перспективы этих соревнований. Теперь можно собирать всю команду севастопольцев. У нас уже есть большое количество ветеранов. Ну, ветераны, да. Ветеранское движение у нас и количество только растет. Нынешние выходные будет проведено чемпионат Севастополя среди ветеранов. Всех приглашаю, кстати, тебя. Ну, здесь возрастная планка несколько ниже, от 35 лет. Ну, возрастная планка вообще тут не существует. Ну, просто тебя наградят по своей подгруппе, и все. Хорошо. А какие результаты у Левина и Савченко? Это тоже, в общем-то, легенды севастопольского скалолазания, альпинизма. Ну, привязали соревнования. К этим соревнованиям Украина привязала соревнования ветеранов по малым горам. То есть, надо было... По альпинизму. Зачетные восхождения надо было совершить. На Соколе? Да, на горе Сокол. Левин и Савченко приняли участие в этих соревнованиях, заняли второе место. Вот такое успешное выступление. Ну, хорошо. А остается время для тренировок? Если Левин в прошлом году показал отличный результат, Виталий Петрович тоже показал отличный результат на соревнованиях. Когда и где тренируются ветераны? Да, я думаю, в свободное время. От свободного времени. А служба в спасательной и коммунальной аварийно-спасательной службе оставляет время для тренировок? Ну, оставляет. И кроме того, я считаю, что обязывает. Даже. Поддерживать хорошую спортивную форму, это немножко... То есть, тот, кто на вахте, тот, кто на дежурстве, тот остается в спасслужбе, а остальные выезжают на обязательную тренировку? Обязательную сложно назвать, но желательной. Несколько слов о том, кто был в команде Севастопольской аварийно-спасательной службы. В этом году пригласили Сосновских Николая, спасателя с огромным стажем. Более 30 лет. Да, более 30 лет. Александр Ярунов, инструктор альпинизма, уже несколько лет. К своим всем званиям и регалиям добавил. И Александр Столяров. Он чуть-чуть помоложе, но опыта ему не занимать. То есть, практически можно было выставлять и вторую команду, поскольку были такие, опять же, зубры, как Евгений Мешков, Федор Потлоенко. Да, этих зубров надо было использовать, как оказалось, в судействе, поскольку судить-то тоже кому-то нужно. Кроме того, и дежурить. Мы же не освобождены от дежурств. Получилось так, что у судей на дистанции работа оказалась куда более сложной, чем у самих спортсменов, в кавычках, которые выступали, спасатели, идущие по дистанции. Если спасатель на трассе находился полтора часа, отмеренных ему контрольным временем главного судьи, то судья с утра и до позднего вечера висел на скале. Да, висел на скале в любую погоду. Их жарило солнце нещадно, их поливал дождь, также нещадно. Кроме того, у них было, по-моему, сложно с питьем и едой, и остальными потребностями. И все же, почему было оговорено полтора часа контрольное время? Чем мотивировал это время Юрий Круглов? Это время мотивировалось просто количеством заявленных команд, поскольку это количество растет с каждым годом, как теперь выяснилось, и чтобы успеть просто провести соревнования, не затянуть их до невозможных размеров, приходится жертвовать как бы временем. Но была придумана красивая легенда. Легенда недалеко от практики. Юрий Круглов сказал, что теоретически в Крыму спасенным может считаться пострадавший, которого доставили в течение полутора часов в машину скорой помощи. Если дольше, то шансы резко падают. Наверное, он прав, потому что это Юрий Круглов спасатель с таким стажем, что тоже позавидует любой. И кроме того, он... Ну, я считаю, что вот здесь везение. Вот тебе получил травму, если повезет, то спасут их. Команда Севастопольской коммунальной аварийно-спасательной службы выступала на том снаряжении, которое есть у каждого спортсмена, свое личное, плюс тот небольшой и небогатый фонд, который есть у собой службы. Если наши гости из Самары, посмотрев на дистанцию и узнав, что там расстояние между пунктами 20 метров, отрезали веревку 22 метра и с ней выступали. Ваши веревки по 50, по 70 заставляли нести эту бухту с собой. Ну да, мы несли их с собой. Резать нам их просто жаль. Тем более, что они нужны нам. Они еще свой срок не отходили. Можно было, может быть, и постараться изо всех сил и по всему городу и собрать такие веревки. Но я обращался в столько, в стольким друзьям, что и как-то не очень у меня вышло, может быть. Самарцы дали повод для доброй и доброй зависти всем остальным спасателям, в том числе и Севастопольскому МЧС, и Симферопольскому МЧС, своим снаряжением, своей экипировкой. Что бы хотелось иметь для Севастопольской коммунальной службы? Да, как бы все есть, и обновлять этот парк необходимо. Акья. Акья, да. Акья у нас было, наверное, тяжеловато. Существуют гораздо легче экземпляры этого вида снаряжения. Ну, так я, может быть, да. Ну, и очень много этих вещей, их просто тут, наверное, эфира не хватит. Коллеги из Симферополя, МЧС Симферополя, выступали тоже достаточно уверенно. Вот нет какой-то определенной зависти, все-таки вроде как хозяева соревнований, вот это наши горы, они помогут нам. Горы нам мало помогают, а может не помогают, но недостаточно, чтобы взять призовые места. Да, мне кажется, здесь все проще. Мы же приехали, если рассматривать как аспект подготовки, то они свою роль выполняют. Вот сложно научиться чему-то, не совершив ошибку, там, допустим, мне кажется. В день проведения соревнований вам пришлось нескольким человекам, нескольким участникам соревнований отвлечься и ехать на спасательные работы. Что это событие было? Купался молодой человек на пляже Инжир в штормовую погоду, где его несколько раз ударило камни волнами. Товарищи его как бы вынесли, и он чувствовал себя плохо. Поэтому вызвали спасателей. Как оказалось, ему было не настолько уж плохо, но вызов есть вызов, мы реагируем на любой звонок. То есть, как только он протрезвел, ему полегчало, и он пошел своими ногами? Или его все-таки пришлось нести? Он шел своими ногами после небольшой медицинской помощи. Перспективы. Какие планы у коммунальной аварийной спасательной службы, у спасателей? Когда и где будете повышать квалификацию, когда могут к вам примкнуть сочувствующие? Ну, будем повышать в любое время, желательно теплую погоду, потому что тренировки должны быть полноценными. Ну, Виталь Петрович года два назад на ветеранских соревнованиях сказал, да, хорошо вот тренироваться летом, тепло, но бывает жарко, поэтому лучше тренироваться зимой. Да, зимой хорошо, но бывает холодно, может, все-таки лучше летом. Наверное, оптимальный вариант – это весна и осень, когда не слишком холодно и не слишком жарко. Ну, кстати, Крым в этом отношении, он благоприятное место, потому что у нас и зима теплая, лето жарко, конечно, но и осень, и весна – это долгие очень периоды. Тренируйся сколько хочешь. Ну, хотелось бы всем коллегам-спасателям и коммунальной аварийно-спасательной службе, и службе МЧС, и тем гостям, которые выступали на соревнованиях, поменьше реальных вызовов на спасработы, побольше тренировочных сборов, побольше вот таких встреч, соревнований для обмена опытом, и пополнения и обновления парка спасательного снаряжения. Удачи! Итак, спасибо за участие в программе. Спасибо.